МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами программа «Телескоп». В ближайшие полчаса никуда не торопимся. Неспешно рассмотрим в деталях некоторые темы канала «Россия. Культура». Ирина Купченко. В этом 2019 году актриса вновь была училкой. В новых обстоятельствах, но все той же волевой, сильной, харизматичной. Режиссер Алексей Петрухин решил снимать продолжение своего фильма «Училка». Сразу после его выхода, на экраны 4 года назад, увидел реакцию зрителей. Картина вызвала тогда большой резонанс. Наш канал сегодня показывает фильм «Училка», а мы рассказываем, как он создавался. Здравствуйте! Здравствуйте! Ой, здравствуйте, Алла Николаевна. Вам помочь? Самый? Хорошо, все, до свидания. Нет, иди, раздорово к вам. Преподаватель истории Алла Николаевна – типичный синий чулок. Она уже много лет пытается донести до своих учеников простые истины о самом важном. Но, кажется, ребятам они совсем не нужны. Старшеклассники открыто хамят и издеваются над педагогом, которого за глаза называют «Училкой». Терпение Аллы Николаевны на исходе. Сели все! Самым страшным последствием перестройки, по моему личному мнению, стало ваше поколение. Вы абсолютно бездуховность и цинизм. Вы же приедете на всех. Вы думаете только о себе. Вы любите только себя, вы слышите только себя. И вы что думаете, что это делает вас крутыми и дерзкими? Доведенная до отчаяния, училка отбирает пистолет, который принес в школу один из учеников, и берет в заложники весь класс. С оружием в руках Алла Николаевна решает проверить знания ребят, а заодно и преподать им нравственный урок. Вы выйдете из класса только тогда, когда каждый из вас, я повторяю, каждый ответит на все вопросы в противном случае. Все, что произошло, это абсолютный случай, такой абсолютно бытовой случай. Собственно, это может произойти в любую минуту, где угодно может произойти, и такие случаи происходят, потому что, ну, все-таки оружие есть у людей. Поэтому ничего особенного в этой ситуации нет. Особенное начинается дальше, когда она заставляет детей остаться в классе и не выпускает их. Школьный класс – отличное место для разговора создателя кино со своим зрителем. Маленькая модель большого мира, со всеми его страстями, конфликтами и переживаниями. В школе все происходит. Это вообще первая самая, первая любовь. В школе первый опыт, первые неудачи, первые победы, спорт. Вообще все в школе. Тем очень больна, и я столкнулся с этой историей. Мне так захотелось как-то прокричать, проговорить. И мы решили сделать вот такую картину в жанре фарса, с таким перебором, специально немножко даже прям вот эти отношения, их прям показать такими, чтобы вот где-то до отвращения, где-то даже, чтобы вот говорили, а у нас такого нет. В этом фильме многое можно примерить на себя. У большинства из нас в классе были свои – хулиган, отличница и свой любитель рубить правду-матку. Окунуться полностью в весь процесс от задумки до воплощения – это дорогого стоит. Вообще я считаю, что театр, кино, оно должно приоткрывать завесу проблемы, поселять какое-то зерно в голову, чтобы у человека там вот прорастало это дерево. Это кадр из фильма, который родился во время съемок «Училки». Просто в какой-то момент было решено фиксировать то, что происходит на съемочной площадке, потому что для многих все было впервые. Большинству актеров эта картина открыла мир большого кино. Так появился фильм о фильме «Училка». «Училка» для нас это был такой большой опыт. Месяц, да, или сколько мы репетировали, снимали, там, две недели снимали, репетировали. В каждой книге есть ток. У нас каждая сцена, у нас все реплики сказаны не просто так. То есть это все было настолько эмоционально. Но главное, что это будет не будет равнодушие, как сказала моя героиня. Боитесь равнодушных, именно с их волчаливого согласия совершаются предательства и убийства. Умница. Актеры не профессиональные большая часть. Ребят в классе, я имею в виду. Вот. Но через 10 дней мы сидим с Ириной Петровной, и наши слова такие, что, она мне говорит, Алексей, слушай, ну, да не важно, как там зритель будет, что там кино получилось у нас или нет, вот эти съемки стоило провести вот ради этих 18 ребят. Потому что то, как они изменились, не могли расстаться просто. Они до сегодняшнего дня дружили. Фильм «Училка» стал важной вехой не только для 18 юных актеров, сыгравших учеников, но и для главной звезды фильма – Ирины Купченко. Актриса искренне переживала падение престижа профессии учителем в начале 90-х и хотела что-то сделать, чтобы изменить ситуацию. Я ведь играла четыре раза учительницу в своей жизни. В «Чужих письмах» вначале у Авербаха играла, потом играла «Розыгрыш», потом я играла «Хома Новус» был венгерского режиссера. Это все были разные учительницы, но у каждой учительницы был какой-то конфликт. Значит, мне теперь всем в ножки кланяться? Ангелина Григорьевна хотела напомнить тебе, Зина, что люди меняются, и мы должны верить в каждого, как когда-то верили в тебя. Можете не волноваться, я все поняла. Что ты поняла? Во-первых, встань. Что у вас все хорошие, одна я плохая. Какая была, такая и осталась. Зина, что с тобой? Кто правду говорит, того никто не любит. И вот, наверное, самый точный вывод, так, если говорить о выводе из истории, которые рассказывают, которые на экране видишь, это был чужих письмов. И там была очень важна, мне кажется, она прослеживалась, эта идея, и она в результате фильма была о том, что вообще научить, как бы, словами, ребенка, неважно, в школе или в доме, ничему нельзя. Можно только собственным примером. Вот как ты существуешь, как ты живешь, вот так и твой ребенок, то ли твой ребенок в классе, ученик, то ли твой ребенок в доме, он так же и будет жить. Вот это очень важно. Премьера фильма «Училка» состоялась в августе 2015 года. Картина собрала три десятка фестивальных наград. Но, наверное, главное то, что она помогает решать конкретные проблемы взаимоотношений педагогов и учеников. Вот хотелось вдохновить зрителей, объединить хотелось. Я вижу, когда происходит объединение, когда нам шлют фотографии школы, где ученики вместе с учениками посмотрели картину, да, и просто вот эти облачка рисуют и показывают. Это означает, что единение происходит. Это значит, поняли друг друга. В Барнауле, например, был конфликт в школе, попросили у меня права, а там класс объявил бойкот, перестал ходить в школу именно к этому учителям, ну, там, к определенному кругу. В результате все вместе разобрались, поняли. Этот фильм, как говорят его создатели, про тех, кто запутался, потерялся в этой жизни. И делалась картина в надежде, что кому-то училка подскажет выход. Показ фильма на канале «Культура», в том числе и для тех, кто еще не проверял, помогает ли училка в трудных жизненных обстоятельствах. Пистолет у меня! Открывай здесь, Вань! Кто еще по училку в тюрьме захочет? У нас экзамен. Петр, вот я вам скажу, Василий Поленов, а вы мне ответите. Московский дворик. Ну вот действительно, самая известная картина художника, сделавшая его знаменитым. Да. Этот дворик Поленов увидел и зарисовал в 1877 году, когда искал себе жилье в Москве. Только через год он напишет саму картину для шестой выставки передвижников, и при этом будет еще оправдываться. К сожалению, я не имел времени сделать более значительные вещи, а мне хотелось выступить на передвижной выставке с чем-нибудь порядочным. Надеюсь, в будущем заработать потерянное для искусства время. Выходит, не понимал Поленов, что создал шедевр. 2019 год 175-летия со дня рождения художника. На нашем канале двухсерийный документальный фильм о нем. И, кстати, дворик до сих пор не застроен, и церковь на месте. Пейзаж, который привлек Василия Поленова, можно, если постараться отыскать в современной Москве. Видно, тот самый храм открывается со стороны Спаспесковского переулка, недалеко от Нового Арбата. Это тот самый прекрасный храм, который изображен на картине «Московский дворик». Храм Спаса на песках. Многие здания, в том числе та самая усадьба Баумгартена, где Поленов снимал квартиру, она уже исчезла. Но, в принципе, почувствовать дух картины «Московский дворик», ощутить эти ароматы, эти звуки, можно, придя сюда, в Арбатские переулки. Городская пастораль с трогательными деталями быта. Уютный уголок провинциальной Москвы. Все в этой картине о том, что красота в повседневности, радость в мелочах. Именно «Московский дворик» вызывает в зрители то чувство безотчетной радости и счастья, которое бывает у каждого в жизни. Видимо, поэтому именно эта картина так привлекает зрителей и влечет к нам на выставку в Третьяковской галерею. Мы даже проводили анализ и рассматривали несколько произведений, которые связаны с пейзажной живописью. Например, «Заросший пруд» или «Бабушкин сад». Мы сделали огромную линейку сувенирной продукции. Именно те работы, те вещи, те элементы сувенирки, которые содержат фрагменты, либо целиком картину «Московский дворик», именно они вызывают огромный интерес публики, и люди уходят с ними. До 16 февраля в Новой Третьяковке открыта выставка, посвященная 175-летию Василия Поленова. 150 картин из 14 российских музеев и частных собраний. В том числе монументальное полотно «Христос и грешница» из Государственного русского музея в Петербурге, которое московская публика видит впервые. Особенное место в экспозиции занимает «Московский дворик», который как бы приглашает зрителя к дальнейшему просмотру. Галерист Павел Третьяков, в отличие от скромного художника, сразу же разглядел в уютном полотне живописный шедевр и вскоре после выставки в Петербурге купил картину. В документальном фильме на канале «Культура» одна из самых знаменитых картин художника практически не упоминается. Зато есть анализ многих работ европейского периода, в которых, кстати, многие находят русский колорит. Вот эта картина, которая находится в русском музее, и которая всем нам знакома, она же была даже в учебниках родной речи. Этот пейзаж всегда мне, когда я была девочкой, казался таким необыкновенно русским. То есть, кажется, более русского пейзажа с березкой. Трудно себе предположить. Старая ворота в Вюлле. Василий Поленов написал эту картину во время пенсионерской поездки во Францию. Пенсию или стипендию выпускник Академии художеств получил сразу же по окончании учебного заведения в числе других золотых медалистов. Одной из частей двухсерийного документального фильма о художнике рассказывается именно об этом периоде творчества, о том, как в приморском городке Вюлль Поленов впервые начинает писать на пленэре. Вот он, старый Вюлль. Вот таким его видел Василий Поленов. Именно здесь художники под предводительством Алексея Боголюбова научились пленэрной живописи. Они работали на природе с мольбертами. Это было очень счастливое время для них, для всех. Правнучка Василия Поленова вместе со съемочной группой отправилась в путешествие по местам Европы, где жил и творил ее знаменитый прадед. Наталья Поленова стала продюсером документального фильма и одним из основных рассказчиков. Двигаясь по маршруту Василия Поленова из Парижа в Рим и из Рима обратно в Париж, затем в Вюль, мы узнаем много интересного о жизни и характере художника. Например, о том, что он был очень прямолинейным и всегда высказывал свое мнение. Многие картины, о которых говорится в фильме, можно найти на выставке в Третьяковской галерее. Например, «Белая лошадка. Нормандия». Это очень трудная задача была у художника – не потерять осязаемость предмета, изображая белую лошадь на фоне белой стены, да еще под воздействием ярких лучей солнца. По аналогии с слухом у музыкантов, многие исследователи называли Поленова художником, обладающим абсолютным зрением. Настолько точно он мог уловить разнообразные градации одного и того же цвета, нюанс, сиропу, красок. Во время пенсионерской поездки Василий Поленов пишет ряд картин на исторические темы, которыми ему необходимо было читаться перед Академией. Эту картину Поленов задумал, когда был еще в Германии. Бродя по старинным замкам, ему вспомнилась один из законов Средневековья, право первой ночи. Это была одна из первых картин на историческую сюжету. Но главным успехом, конечно же, было для него то, что эту картину приобрел Павел Михайлович Третьяков. Съемки второй части документального фильма «Поленов. Наследие» также частично проходили в Западной Европе. Авторы шли по следам потомков художника. Эта серия посвящена истории рода Поленовых. Любопытно, кстати, что первые буквы имен этих детей складывались в слово «демон» Дмитрий, Екатерина, Мария, Ольга, Наталья. Режиссер картины Александр Шаталов ушел из жизни, когда работа над фильмом была еще не закончена. Практически все съемки прошли с его участия. Роскошные пейзажи родного имения Поленова на берегу Оки показаны так живо, как будто это отдельный и действующий персонаж. У Поленова была определенная идея, когда он строил это имение. И передачи этой идеи он возлагал на свою семью. Поленов еще при своей жизни своих детей воспитывал вот в этом духе. Мало того, что они являются частью вот такого заповедного творческого мира, но и они будущие хранители и, можно сказать, даже передатчики сверхидеи вот этого творческого гнезда. Стать хранителем наследия Василия Поленова может каждый. Каждый из нас, кто захочет вступить в заповедный мир художника. Всемирная слава, множество наград, феномен в истории цирка. Юрий Куклачев и его кошки. Целый театр кошек. Уникальный театр. Там живут 200 артистов с хвостами и усами. Театр существует с 1990 года, а сейчас в нем работает уже династия Куклачевых. В 80-м году, когда этого большого кошкиного дома еще не было, о Юрии Куклачеве сняли фильм, который покажет наш канал. Но прежде посмотрите, как сейчас выглядит этот кошачий мир. В этом театре все необыкновенно. Придете, обязательно погладите кошку. Видите, все ручки. Все ручки с изображением кошек. А здесь, как только зрители заходят, видят знаменитого кота Бориса. Этот кот, очень серьезный взгляд. Вот всех, кто, если приходит злой человек, он обязательно укусит или поцарапает. А здесь знаменитый кот Кутька. Я встретил на улице маленького котеночка, принесли, и здесь появилась идея, что с кошкой можно выступать. Ну, а здесь, видите, опять мы погладим кошечку. Зрители погладят, и мы заходим. О, а вот как раз репетирует моя дочь Катя. Баю, баючки, баю, не ложись на краю. А это я знакомлю вас, моя супруга Елена Исаковна, основатель династии Куклачевых. Я же тебе продиктовала. Да, хорошо. Скажи самое главное. Ну, а теперь я хочу познакомить вас с самым главным человеком в нашем театре, основателем династии Куклачевых Елены Исаковны. Конечно, ко мне все прислушиваются, потому что я иногда вижу разные спектакли, и я могу сказать, что, придя к любому артисту их группы, я подсказываю кусочки мастерства. Тогда мы начинали... Ой, наверное, одна только кошка у нас была. Начинали даже с того, что я ее рисовала прямо на сцене. Сейчас около 15, у меня собачка еще есть, и я сейчас рисую песку. Вот Володя. У него особенность он поставил... Он же балетом занимался. Сначала он считал, что балет, самое главное, это танцы, классика. Кончилось тем, что зрители наши начали писать в интернете. Мы твой балет посмотрим в Большом театре. Мы пришли, давай нам балет с кошками. 26-27 где-то лет, когда мне было, я уже, скажем так, заканчивал свою карьеру как артист балета и начинал карьеру как танцующий клоун с кошками. Балет клоунада и кошки, вот эти вот циркотеатральные такие вот синтез искусств, его не было раньше, не собирали. Это мечта. Моя мечта, чтобы всему миру показать, как должны жить кошки. В каких условиях. О, вот они. Прошу, пожалуйста. Здесь 200 кошек. Запаха чувствуете? Никакого. Дело в том, что пластика нет, который впитывает в себя вот этот Шанель. Есть те молодые, начинающие, они с мамой там, эти уже тоже подрастающие. Это уже кошки Димы. Дима сам знает. Я даже не знаю, какой как зовут. Когда ты находишься в маленьком возрасте, ты, естественно, это воспринимаешь как игру. И так как я вырос, родился и воспитывался рядом с кошками, для меня это не составило особого труда. У меня 8 спектаклей совершенно разноплановых, разнообразных, разносюжетных. Нужно, чтобы была не просто идея или какой-то сюжетная линия, или какой-то вот интересный ход. А это нужно, чтобы было одно большое созданное произведение, которое будет понятно зрителю, потому что все-таки наш театр, он бессловесный. Здесь мы с вами попадаем в единственный в мире музей кошек. Вот смотрите, сколько здесь подарков. Первый подарок, который мне подарили, это был 73-й год. В цирк пришел Леонид Ильич Брежнев и принес вот эту скульптуру. Все, дорогие друзья, меня ждут. Ждут кошки. Начинается спектакль До встречи. КОНЕЦ Его называют лучшим басом планеты. Мировая звезда Ильдар Абдразаков. У него блестящая карьера. В Ласкалу он дебютировал в 2001-м. В 2010-м мог уже позволить себе петь на этой сцене на родном башкирском. Как ему удается быть таким? В чем секрет Абдразакова? На нашем канале неделя мастер-классов выдающихся музыкантов. В четверг урок даст российский бас из Уфы. Не умирайте, не умирайте. Только под конец. Только здесь, да. Только здесь. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Не-не-не, еще. КМА и ПЮТ. Там ферма-то стоит. Здесь же... Не стоит. Ну поставьте. Ну это на самом деле... Это же... Ну уже все, уже конец. Конец Арии. Надо же где-то... Кайфануть. Давай. Нет-нет-нет, рано-рано-рано. Нет, рано-рано. Ты должна умереть вот на этом такте. Вот здесь. А, вот прямо перед этой финатой? Конечно. Конечно. Потому что там еще оркестр тянет. Бам. Давай. А, не хватает дыхания? Нет, хватает. Возьми здесь спокойненько дыхай. Никто тебя не торопит. КМА и ПЮТ ВЕДРА. Окей. Спокойно. ВЕДРА. Вам не нужно было даже здесь что-то делать именно это. Оно само сделалось. Молодец. Спасибо. Спасибо. На этом все. Увидимся через неделю. Вас ждут новые истории. И новые герои. Герои канала Россия Культура. Пока. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова